привет всем моим телезрителям сегодня в ролике я хочу показать как я изготовил лампу переноску для гаража чтобы можно было лазить под автомобилем что-то ремонтировать и соответственно подсвечивать в качестве донора я взял вот такую вот лампу у меня как видите их было несколько штук это в свое время были очень модные такие лампы с прищепкой не знаю мне кажется они у каждого есть это дешевый потреб который в принципе очень быстро выходит из строя люди выкидывают но я все складирую и вот наконец они дождались своего часа было у меня и две штучки одна желтая на красная одну я собрал из двух она более-менее еще функционирует прищепка работает ну а вторую которую мы разлохнуть или будем в качестве донора использовать для переноски выбрасываю с нее все лишнее то есть нам нужен что корпус от нее плафон патрон ну я оставил вот эту вот гибкую штучку провода я просто отпаял от выключателя я их тоже оставлю родными ничего здесь переделывать не буду вот эта вещь нам не нужна первое что мне нужно это сделать чтобы вот эта ручка была жесткая чтобы она не гнулась и можно было за нее держаться ну и соответственно куда нужно подсвечивать так как лампа у меня на 220 вольт будет планируется то соответственно желательно чтобы вот эта ручка была диэлектрик на всякий случай мало ли что что током не пощипало можно использовать разные варианты я вот уже подготовился был у меня вот такой круглячок уже с отверстием если честно я даже не знаю чего это это или текстолит или эбонит то есть я в этом не очень разбираюсь но вещица диэлектрическая тоже давно у меня валялась поэтому ее бы и применим отрезал эту рукоятку до резьбы резьба нам нужно с помощью нее мы будем эту ручку фиксировать опять же вот эти все гаечки но за исключением вот этой вот они были в родной лампе вот эта резьба фиксировала вот эту лампу к прищепке то есть прищепку поломали выкинули резьба осталось мне нужно чтобы в этой рукоятке внутри было отверстие отверстие в принципе может быть произвольное главное условие чтобы она налезла на вот эти вот вещи то есть вот эти крепежи у меня там 13 с копейками но 14 миллиметров можно использовать мне кажется и полипропиленовую трубу как найти подходящую то есть я думаю она тоже будет в этом случае применима но я буду использовать вот такую вещицу если кому интересно то длина моей рукоятки 130 миллиметров для того чтобы более-менее красивее было я вот здесь немножечко снял такую большую фаску чтобы за руки не цеплялась с этой стороны просто ровный срез единственный нюанс когда я буду эту рукоятку одевать здесь остались на лампе два вот таких крепежных винта которые вот эту вот ерунду крепят к плафону и для того чтобы рукоятка здесь не крутилась видите она может прокручиваться вот так вот для того чтобы этого не происходило я сделал две вот таких лыски которые одеваются на вот эти шляпки винтиков и соответственно фиксируют когда я зажму ее гаечкой вот это все зажмется и она будет фиксироваться за вот эти пазики и рукоятка не будет проворачиваться в принципе дальше все просто беру лампу насаживаю на нее рукоятку попадаю вот этими прорезями в шляпки винтов вот она у меня попала зафиксировалась ну и дальше как вы видите для того чтобы она плотненько прижалась сюда нужна какая-то проставочная шайбочка я вот нашел такую алюминиевую гаечку немножко круглым напильниками раздал резьбу убрал и она вот сюда вот замечательно налазит это нужно но для того чтобы плотно прижать рукоятку ну и выбрать вот этот вот размер опять же порынся у себя в хламыжниках нашел вот кусок вот такого провода с двух кусков спаял видите здесь уже спаяна не утомлял вас этим процессом то есть спаять два провода я думаю уже ума хватит у каждого сделал провод длиной 3 метра провод от какой-то старой техники видите сейчас вот такой вилочкой поэтому я думаю нам он будет как нельзя кстати ну и нашел вот такой вот выключатель опять же этому выключателю черти сколько лет произведен он еще в советском союзе вот один контакт я уже к нему прикрутил также сделал вот второе колечко на лампе запаял контакты производим сборку сборка здесь достаточно простая надели кембрик диэлектрически тут особо показывать нечего каждые выключатель имеет свою конструкцию не знаю какой то будет у вас принцип какой один провод режем для тех кто в электричестве не очень понимает пускаем его через выключатель то есть выключатель прерывает один любой провод второй просто спаиваем напрямую если у вас цельный длинный провод не обязательно даже здесь резать для того чтобы паять можно просто достать одну жилу одну жилу перерезать а второй пустить сплошняком то есть так будет еще лучше сейчас можно проверить электрическую часть чтобы понимать что у нас собрано все правильно в качестве источника света я буду использовать светодиодную лампочку плюсов много во первых при падении на не сбивается спиралика как на обычной лампе накаливания во вторых она экономичная в третьих она светит ярче то есть плюсов больше чем минусов плюс они гарантийные и если что можно менять по гарантии электрическая часть работает можно продолжить очень важным элементом переноски которые вы применяете для ремонта автомобиля я считаю является защита лампочки это могут быть любые элементы не знаю есть какие-то защиты заводского исполнения я изготовил для своей лампы такую примитивную защиту взял электрон троечка и вывнул из него вот такой вот элемент то есть вот эти вот крепежные элементы под винтики я изготовил обычными круглогубцами заму если кому-то интересно по размерам вот конкретно в такой лампе то у меня получилось вот эта часть 65 миллиметров плюс-минус вот эта часть вот эта часть у получилась 140 миллиметров они выполнены две абсолютно идентичны так что я буду делать дальше я вот этой вот лампе в плафоне просверлил четыре отверстия эти отверстия просверлил квадратом друг напротив друга что я делаю теперь я беру вот этот элемент просто прикручиваю винтикой винтики взял четверочки отверстие соответственно сверлил тоже 4 миллиметра то есть вот это раз вот это два то есть вот это я уже говорил это обычный электрод тройка я сбил с него изоляцию из него вы ему так это вторая часть 3 ну и вот это 4 значит лампа у нас должна иметь функцию подвешивания то есть и и когда под автомобилем мы используем мы должны подвесить или на рычаг какой-то или на какой-то выступающий элемент для этого я выгнал опять же из того электрода вот такой вот крючочек снизу опять же петелька но сверху крючочек и через верхний винт я его прикручиваю к этой же лампе так ну собрал наживил значить крючок я специально делал на вот такой скобе так как я считаю что он должен быть поворотный потому что есть некоторые моменты при ремонте автомобиля я думаю кто это делал сталкивался то есть когда вы вешаете на какой-то рычаг лампу иногда нужно развернуть в какую-то сторону если этот элемент будет фиксированы то соответственно это сделать уже будет невозможно так как крючок имеет подвижность соответственно мы можем вот так подвесить ну а лампа соответственно будет свертеть прямо если нужно его зафиксировать мы просто зажимаем наглухо винт и я думаю винтом она прижмется так что двигаться не будем в моем случае я специально его зажимать не буду здесь взял винт по длине и его закон 3 чтобы он не откручивался и сделаю его подвижным ну и здесь я сейчас измерю центра и полуавтоматом просто поставлю точечку чтобы этот элемент у нас был жестким после сварки у меня получилось вот такая вот конструкция на поставил такую плямбу не дуже красиво зато надежно защита на лампе считают должна быть обязательно по нескольким причинам но во первых ну со светодиодной лампочки допустим это не применимо если вы используете лампу накаливание она случайно упала он например без защиты она разбилась вы поднимаете ее голой рукой и соответственно это опасность поражения электрическим током со светодиодной лампочкой принципе она как стеклянная не разобьется но в любом случае если она что-то железное ударится лучше пусть она ударится защитой чем цоколем потому что ну цоколь тоже может повредиться второй вариант это кто работает с подкапотным пространством либо где-то с электрикой в салоне наверняка не сталкивается что опять же это это лампочка и накаливание светодиодные они очень сильно нагреваются если вы положите ее на какой-то там ковер синтетически или на какую-то тоненькую пластиковую там на какой-то тоненький пластиковый элемент то он может расплавиться у меня такие случаи уже были когда-то я положил вот таких ламп еще не было пользовался лампой накаливания положил ее на радиатор в радиаторе но под капотом на радиатор на радиаторе была крышка верхняя пластиковая ну и она немного деформировалась хорошо что я вовремя заметил я не знаю если наверно полежала дольше могла расплавить там вообще конкретно так знаете просто пластик немножко там поморщился как бы мелочь но неприятно если эта машина ваша это одно но если вы испортите какую-то дорогую машину кому-то я думаю могут возникнуть неприятные разговоры вот так все это выглядит сделается это все быстро просто вся вот эта вот конструкция это вместе с разработкой идеи заняло у меня около трех часов в принципе все сделано из мусора из хлама который валялся много-много лет в гараже опять же эта идея каждый может различные элементы заменять по своему усмотрению то есть здесь главная идея крючок как я уже говорил я его здесь закон трил то есть сделал натяжку чтобы не свободно крутился чтобы он был с небольшим натягом чтобы он фиксировался когда будете работать под машиной это очень полезная функция то есть вы можете разворачивать лампу в любом направлении единственное чтобы здесь был небольшой натяг чтобы она свободно не вращалась фиксировалась каком-то положении все работает в принципе изделием я доволен опять же плафон когда вы что-то делаете защищает вас ваши глаза от яркого света лампа получается направленная в таком виде вы можете направить в любое место куда вам нужно подсветить но соответственно вы стоите за лампой и она вас не слепит кому это видео было полезным поставьте лайк можете поделиться с кем-нибудь оставьте комментарий если есть какие-то может идеи по улучшению этой конструкции буду стараться на все ответить всем пока